всем привет на моем канале уже 200 тысяч подписчиков спасибо всем что смотрите меня и подписывайтесь ну и в честь этого я бы хотела с вами вместе связать новые тапочки их я придумала сама вот так вот они выглядят этот узор уже вам знаком у меня есть отдельный мастер-класс по нему ну а сейчас мы с вами разберем как связать такие тапочки тапочки я буду вязать на размер 38 40 это мой размер и также объясню как можно подогнать размер под себя начиная с 36 и если вам нужно то вязать побольше размер начиная давайте рассмотрим их поближе основной узор я оставлю описание под видео как вязать такой узор и также будет в подсказках вот здесь вот сверху дальше у нас подъем украшает другой совсем узор он легкий простой вместе мы с вами разберемся подошва у нас цельная без швов единственный шов у нас сзади вот здесь вот мы с вами начнем вязать заготовочку сверху с резинки один на один дальше перейдем на узор подъем и закончим подошвой я использовала спицы давайте с вами посмотрим три с половиной и пряжа у меня вот такая вот 100 грамм 240 метров полушерть начинаем и сами вязать сверху начинаем с резинки один на один и количество петель которое нам нужно набрать это 57 петель это количество необходимо для того чтобы выйти на вот такой вот основной узор кстати по узору всем кому интересно у меня есть отдельный мастер-класс сразу скажу наперед описание нет есть мастер-класс который можете посмотреть пройдя по ссылочке либо вот здесь сверху по подсказке раппорт этого узора составляет 6 петель плюс 1 для симметрии и плюс 2 кромочные и 57 петельчик которые мы сейчас наберем как раз соответствуют этим цифрам и так набираем обычным способом желтой ниточкой 57 петельчик и так набрали мы 57 петель теперь мы с вами приступаем к вязанию резинки 1 на 1 кромочную снимаем и вяжем одну лицевую одну изнаночную одну лицевую одну изнаночную я думаю что связанием резинки один на один вы уже знакомы и справитесь самостоятельно резиночку мы вяжем примерно давайте посчитаем сколько рядов 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 сейчас свяжу и с вами встретимся и так резинка у нас получилось 8 рядов это мы закончили вязать лицевой ряд и внимание узор у нас начинается с изнаночного ряда и в мастер-классе по узору это видно и сказано и здесь тоже обращаю ваше внимание и так лицевой ряд мы переворачиваем и первый ряд узора 1 кромочная 1 изнаночная ниточка за работой и мы снимаем не провязывая 5 петельчик 1 2 3 4 5 дальше повторяем 1 изнаночная ниточка за работой снимаем 5 петель 2 3 4 5 1 изнаночная смотрите сильно не затягивайте эту ниточку она нам пригодится для вывязывая вот таких вот элементов и эта ниточка это протяжка у нас должна быть лицевой стороны и повторяем снимаем 5 петель и провязываем 1 изнаночную так вот вяжем до конца ряда 3 4 5 и у нас остается 1 изнаночная и последняя кромочная такой был наш первый ряд узора теперь со второго ряда мы с вами вводим новый цвет и мы вяжем два ряда лицевой клади с первой же петельки провязываем лицевую и дальше у нас до конца ряда все лицевые дальше у нас четвертый ряд и мы с вами вводим снова желтый цвет ниточка он за работой мы провязываем одну кромочную сразу же желтым цветом дальше 1 2 3 петли снимаем и провязываем вот эту вот протяжку вместе с одной синей петлей лицевой провязываем дальше мы снимаем 5 петель не провязываем ниточку но за работой берем протяжку и снова провязываем вместе с одной из синих петель центральной которая находится между такими протяжками снова снимаем 5 петель 3 4 5 и провязываем протяжку с одной синей петлей таким образом мы уже начинаем поднимать вот эти протяжки на лицевой стороне и вот так мы продолжаем вывязывать этот рапорт до конца ряда вот мы уже с вами подобрались к завершению этого ряда поднимаем желтую протяжку провязываем и провязываем 1 ой точнее мы не провязываем и снимаем 3 петли и последнюю провязывая изнаночной теперь переходим на следующий изнаночный пятый ряд у нас желтая ниточка мы продолжаем вязать вяжем так значит кромочную снимаем ниточка у нас за работой остается то есть на лицевой стороне мы снимаем 3 петли 1 изнаночная снимаем теперь 5 петель это наши синие петли и провязываем одну изнаночную и вот так вот до конца рядом повторяем в конце ряда снимаем 3 петли последнюю провязываем кромочные дальше у нас 6 лицевой ряд мы меняем цвет будем сейчас вязать синим цветом и мы провязываем все петли лицевыми первую тоже кромочную сразу лицевой провязываем и вяжем полностью ряд до конца лицевыми и вот эти желтые наши петли и все остальные довязали мы 6 лицевой ряд последнюю кромочную тоже провязала синим цветом теперь переходим к седьмому изнаночному ряду и в седьмом ряду все петли провязываем изнаночными восьмой лицевой ряд вяжем таким образом переходим на желтый цвет первую провязываем лицевой это наша кромочная дальше поднимаем протяжку и провязываем вместе с синей петли 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 пет вот видите у нас уже получается наш взорчик вот он вот такой будет и заканчиваем и ряд сняли 5 петель поднимаем протяжку провязываем вместе с одной петелькой и последнюю провязываем как кромочную ну и дальше после восьмого ряда мы с вами повторяем рапорт и вяжем с первого ряда давайте посчитаем у меня вот здесь вот на манжете получилось вот вот это у нас 8 рядов то есть можем считать по вот этим вот желтым петелечка сколько рапортов у нас получилось 1 2 3 рапорта фактически нас получилось вот значит три рапорта мы с вами вяжем то есть 88 рядов на 3 это 24 будет 24 ряда и дальше мы с вами встречаемся и будем вязать вот переднюю нашу часть которая будет идти на пальчики и которая будет отвечать за размер нашего тапочку такой вот тапочек еще раз покажу и так сейчас вяжем необходимую высоту манжета и дальше с вами встречаемся и продолжаем вязать вместе мы с вами провязали манжет это 3 рапорта как я сказала сейчас мы провязали с вами последний лицевой ряд вязали желтая ниточка вот наша ниточка здесь здесь на обратной стороне у нас такие протяжки вот мы провязали полностью ряд теперь мы с вами переходим к вывязыванию центральной части а если вы помните мы этот узор начинали вязать с изнаночной стороны так вот чтобы симметрично по бокам у нас смотрелся узор вот здесь вот и вот здесь мы с вами перестаем сейчас связать вот эти боковушки и переходим центральной части а наше полотно мы делим на три части по 19 петель здесь 19 посередине и слева так мы вот имеем нашу ниточку вот здесь вот в конце она теперь разворачиваемся на изнаночный ряд ниточку эту мы не обрезаем пока что и теперь снимаем до маркера 19 петель и ниточка у нас должна быть перед работа вот так первую мы сняли кромочную и теперь ниточка перед работой снимаем 19 петель вот так вот располагаем нить вдоль вязание и теперь мы будем работать желтой ниточкой и будем вязать только центральные 19 петель вот эти боковушки мы уже с вами не трогаем пока не свяжем центральную часть теперь у нас центральная часть будет вязаться с нашего первого ряда узора но у нас здесь пропадают кромочные мы сразу здесь переходим к вязанию узора первую провязываем изнаночной дальше у нас нить перед рабу за работой поскольку мы сейчас находимся на изнаночной стороне и мы снимаем 5 петель не провязывая дальше одна изнаночная вот так вот получается у нас протяжка снова нить за работой снимаем 5 петель и 1 изнаночная и заканчиваем мы центральную часть 5 петель и 1 изнаночная разворачиваемся теперь у нас по узору мы вводим синий цвет снова таки я его беру здесь вот самого начала нашего полотна я пока что не обрезаю будем обрезать на том этапе когда уже будем сшивать наш тапочек и прятать все ниточки и теперь мы подтягиваем желтую ниточку чтобы не очень быть он то была петля мы в работу вводим синий цвет с первой же петелечки и провязываем вот как во втором ряду мы вязали все петли провязываем синим цветом то есть раппорт узора у нас остается и узор в принципе остается точно такой же исчезают только кромочная поэтому будьте внимательны так у меня получилось разделить петли чтобы в боковые части не были слишком маленькими ли слишком большими и центральная часть мне подходила по ширине ножки рекомендую всем набирать изначальное количество петель 57 это количество как раз высчитано для того чтобы удачно разделить все части при вязании тапочка и в целом это количество петель подходит для раппорта данного узора вот довязали мы последнюю давайте провяжем и изнаночной разворачиваемся и сейчас у нас третий ряд мы с вами вяжем его просто изнаночными провязали разворачиваемся на лицевую сторону видите да я не провязываю боковые наши петли я вяжу только центральную часть теперь у нас в работу входит желтая нить я первую провяжу желтым цветом первую петельку дальше сниму 1 2 и здесь у нас поднимаем протяжку провязываем протяжку вместе с одной петлей дальше у нас 5 петель снимаются поднимаем протяжку и провязываем здесь вот вначале если вы поймете как вяжется узор вы сами будете чувствовать где после скольки петель нужно поднять то есть поднять протяжку то есть вот напротив вот этих желтых петель и чик которые внизу находятся мы поднимаем протяжку и провязываем вместе с петлей синего цвета снова снимаем 5 петель и вот здесь вот провязываем вместе с протяжкой дальше у нас 2 петли последнюю провяжу вроде бы как кромочную дальше разворачиваемся первую снимаю дальше 2 снимаю ниточку на за работой мы формируем протяжку следует для следующего ряда здесь провязываем одну изнаночную дальше у нас 5 петель синего цвета мы их снимаем и ниточка у нас за работой 1 изнаночная 5 петель 1 изнаночная и здесь у нас 2 петли мы снимаем и 1 изнаночная провязываем дальше мы переходим можно раппорт можно вот этот маркер уже снять и раппорт у нас дальше продолжается с того момента что мы все петли провязываем с вами лицевыми и провязываем синим цветом то есть это у нас сейчас 6 ряд провязали 6 лицевой ряд теперь переворачиваем у у нас седьмой изнаночный ряд дальше у нас 8 ряд мы возвращаемся к желтому цвету и вот здесь вот мы поднимаем нашу протяжку и сразу же провязываем с первой петелькой вместе лицевой вот так вот дальше раз два три 4 5 петель снимаем снова протяжку поднимаем провязываем вместе с лицевой дальше 5 снимаем снова провязываем вместе с протяжкой лицевой и вот здесь вот наша коротенькая протяжка мы ее провязываем лицевой чтобы сохранить наш узор вот так мы дальше с вами вяжем то есть фактически вяжем то же самое но без кромочных и я на свой размер связала всего 8 рапортов вот здесь вот центральной части не считая вот этих вот которые на манжет пошли вот раз два три вот по полным ромбиком считая раз два три это манжет у нас и дальше идет у меня уже центральная часть 1 2 3 4 5 6 7 8 центральной части мы с вами применяем на свой размер ножку на ножку свою и вяжем то количество рапортов которое необходимо мой расчет петель подойдет для любого взрослого размера детский я не рассчитываю и так мы с вами здесь вяжем 8 раппортов последнем ряду 8 раппорта мы встречаемся и делаем здесь вот сокращение для того чтобы чуть-чуть вот так вот скруглить наш мой сок и так теперь мы продолжаем самостоятельно вязать в длину нашу центральную часть и дальше встречаемся в последнем ряду 8 раппорта мы с вами довязали центральную часть практически сейчас у нас последний ряд центральной части и в этом ряду мы сделаем с вами сокращение сейчас будем вязать желтой ниточкой вот эту протяжку мы с вами поднимаем сюда вот наверх и провязываем протяжку вместе с двумя петлями синего цвета таким образом сокращаем одну петельку в начале дальше мы снимаем оставшиеся четыре петли получается так бы мы снимали 5 но поскольку сократили одну осталось 4 поднимаем протяжку здесь провязываем лицевой дальше раз три 4 5 снимаем поднимаем протяжку провязываем лицевой 1 2 3 4 здесь также сама остается поднимаем протяжку и провязываем две синие петли вместе с протяжкой вот они все провязали мы сократили с вами две петли и собственно все на этом я завершаю вязание центральной части и сейчас переходим с вами к подъему давайте с вами все наши петелечки перебросим на одну спицу тут у меня в процессе вязания все перепуталась поэтому вот эту вот спицу которая у нас слева я сейчас исправлю все положение переброшу на нее все наши петли так у нас сейчас на левой спице вот одна боковушка и вот центральная часть теперь мы с вами двигаемся вправо и перебрасываем дальше у нас сейчас будет в работе синяя ниточка и мы начинаем вязать вот здесь вот сначала рядом у нас сейчас будет четыре ряда платочным узором вот вы можете посмотреть четыре ряда вяжем платочным узором провязываем первые 19 петель дальше у нас петелечки заканчивается как мы знаем и мы должны будем набрать в моем случае 28 петелечек из кромочных и так провязали мы 19 петель теперь нам нужно из вот этого вот края набрать поднять 28 петельчик с правой стороны у нас очень запутанный получился кран вот вы можете убедиться здесь прямо непонятно где у нас кромочные и с каким промежутком нужно вытягивать петлю поэтому давайте обратимся к левому краю здесь немножечко лучше ситуация из-за узора и здесь видно каждую кромочную вот вот она каждая кромочная видно и именно посчитав эти кромочные с левой стороны я и выяснила что он не нужно поднять 28 петель потому что меня здесь 28 кромочных ну а мы с вами сейчас будем стараться все это красиво оформить с правой стороны я вот так вот побольше захватывая я вижу где у меня начинался узор вот четыре меня петли и дальше таком же духе пошли поднимать остальные петли и так 28 петель с одной стороны уже набраны теперь мы дошли сами до центральной части и наши рабочей синей ниточкой провязываем все петли просто лицевыми так теперь та же процедура у нас будет и с другой стороны центральной части так же самое поднимаем 28 петелечек после того как набрали петли и с другой стороны мы с вами провязываем оставшиеся петли на левой спице просто лицевыми вот такой вот вид у нас сейчас имеет наш тапочек мы сейчас с вами провязали лицевой ряд теперь переворачиваем на изнаночный и поскольку у нас сейчас будет 4 ряда лицевой глади сейчас мы находимся во втором ряду мы с вами продолжаем вязать изнаночный ряд лицевыми и так еще два раза два ряда мы провязываем лицевыми чтобы у нас получилось две вот таких вот полоски изнаночными с лицевой стороны и после этого мы с вами встречаемся и начинаем вывязывать вот такой интересный узор забыла сказать что после набора всех петель чик сейчас у нас на спицах 111 петель 19 было с правой стороны нашей заготовки 17 у нас осталось в центре после сокращений и 19 было с другой стороны набирали мы по бокам по 28 петель чик того получается 119 я продолжаю вязать изнаночный ряд лицевыми и как я сказала встречаемся с вами когда всего связан свяжем 4 ряда лицевыми провязав 4 ряда подъема мы с вами сейчас будем вывязывать вот такой вот узор желтым цветом узор очень простой берем с вами наш желтый цвет вообще раппорт этого узора у нас 4 петелечки но мы с вами не привязываемся к работа потому что у каждого из нас может быть совершенно разное количество петель поэтому с первой же петельки я вот так вот провязываю 3 петли в желтым цветом одну петлю снимаю и желтая нить за работой и так повторяем дальше 3 петли провязываем лицевыми желтым цветом одну снимаем не провязываем так повторяем до конца ряда итак я довязываю ряд тремя лицевыми дальше переворачиваем на изнаночный изнаночный ряд кромочную я снимаю и провязываю желтые петли лицевыми синюю петельку я оставляю не провязанной ниточка мне перед работой и синюю петлю просто снимаем дальше у нас ниточка за работой и 3 лицевые ниточка перед работой синюю петлю снимаем не провязывая и так далее продолжаем одну петлю снимаем 3 провязываем лицевыми 1 снимаю 3 провязываем лицевыми так мы вывязываем до конца ряда мы теперь лицевом ряду и сейчас вводим работу синий цвет и вяжем следующим образом первую кромочную сразу же провязываем синим цветом дальше одну петельку мы снимаем желтый желтую петлю и синяя нить у нас за работой дальше мы провязываем 3 петли лицевыми то есть теперь у нас будет наоборот мы сейчас будем работать синими нитками и будем оставлять не провязана одну желтую петельку вот так вот одну петлю снимаем 3 провязываем лицевыми не забываем что не должна быть за работой поскольку мы сейчас в лицевом ряду одну петлю мы сняли и провязываем 3 лицевые и вот так до конца ряда изнаночный ряд мы по сути вяжем также сама у меня здесь получилось так что осталось 1 петелька синего цвета желтые петли мы не провязываем и снимаем их не забываем что в изнаночном ряду ниточка у нас перед работой должна быть там где будут протяжки а вот теперь у нас на очереди 3 синие петли и мы их провязываем лицевыми дальше ниточка перед работой желтую петлю снимаем и дальше у нас 3 лицевые желтую снимаю 3 лицевые и вот так мы вяжем до конца ряда мы с вами в лицевом ряду теперь мы снова продолжаем вязать желтым цветом и вяжем вот ту первую часть нашего узора который увязывали желтым цветом первую же петельку провязываю лицевой вторую и третью дальше вот эту вот петлю я снимаю не провязываю одну синюю и дальше 3 лицевые снова одну снимаю 3 лицевые мы этот этап с вами провязывали это вот вот это вот линия желтым цветом который мы вязали после четырех рядов поточного узора так что я думаю вы справитесь с этим самостоятельно в итоге у нас получится вот такой узор ну а после на вывязывание подошвы так что довязывайте узор на подъеме и встречаемся с вами уже на вывязывание подошвы и так дальше мы с вами приступаем к вывязыванию подошвы для этого давайте маркер мы выделим центральной 18 петель 1 2 3 4 5 7 8 9 18 петель очек сейчас мы находимся в лицевом ряду желтую ниточку я уже обрезала у нас сейчас в работе осталось только синие и так мы с вами сейчас провяжем все петелечки вот до 2 маркера перед ним не провязывая одну петельку остановимся и встретимся так что провязываем все петелечки практически до 2 маркера и на последней петле останавливаемся провязываем с вами лицевыми продолжаем вязать платочным узором вот смотрите я провязала первый маркер и вот сейчас подбираюсь ко второму провязываю лицевыми вот и у нас осталась одна петелечка перед маркером наша цель как мы будем вязать подошву центральной 18 петелечек на подошве у нас остаются мы сокращаем только боковушки слева и справа которая у нас от маркеров поэтому вот эту одну петлю перед маркером которая входит в состав центральной части мы с вами снимаем не провязывая чтобы убрать маркер помещаем ее на спицу и провязываем вместе с одной петлей которая была за маркером то есть эта петля из боковых петель провязываем вместе лицевой 2 вместе мы провязали переворачиваем дальше мы не вяжем и провязываем лицевыми до последней петли вот этого маркера который у нас остался это изнаночная сторона подошву я буду вязать платочным узором значит в каждом ряду буду вязать лицевыми так довязали мы до последней петли перед маркером снимаем петлю и убираем маркер в изнаночном ряду мы петелечку из центральной части вместе с петлей из боковой всегда будем провязывать как 2 вместе изнаночной в лицевом ряду мы провязываем 2 вместе лицевой вот так вот теперь движемся в обратном направлении провязываем из 18 петель 17 на последний с вами останавливаемся и делаем сокращение тем самым мы сохраняем количество центральной части количество петель а боковушки постепенно сокращаем так вот здесь уже видно где перепад вот такая вот дырочка это у нас здесь заканчивается центральная часть вот наша последняя петля из центральной и провязываем ее вместе с одной петли из боковых лицевой теперь разворачиваемся изнаночный ряд кромочную снимаем и провязываем до последней петли также самое лицевыми здесь вот точно так же видно вот этот перепад значит там у нас заканчивается центральной части начинается боковая вот провязываем последняя петельку она осталась вот перед перепадом и ее вместе с боковой мы провязываем как две вместе изнаночной вот так вот мы вяжем поворотными рядами туда-сюда сокращаем боковушки оставляем центральную часть как есть и встречаемся с вами когда на вот этих боковых спицах у нас останется по 8 петелечек здесь будет 8 петель и вот здесь на другой стороне тоже 8 петель вяжем дальше самостоятельно вот такая у нас подошва сейчас получается и теперь когда у нас на спицах по бокам осталось 9 петелечек это ровно половина того количества которое у нас есть в центре на подошве справа у нас 9 петель и слева мы с вами приступаем к вывязыванию пяточки продолжаем вязать платочным узором и вяжем до трех последних петель центральной части вот осталось у нас три петелечки на центральной части давайте поближе покажу и сейчас мы с вами будем сокращать не только боковые петли но и количество петель в центре для этого вот последние три петельки у нас есть две петли мы провязываем вместе лицевой это уже сократит количество петель в центральной части и последнюю петлю провязываем лицевой как и раньше это сокращает количество петель на боковушках переворачиваем вяжем изнаночный ряд тоже лицевыми до последних трех петель вот наши последние три петелечки которые принадлежат центральной части две петли провязываем вместе лицевой последнюю петлю как раньше провязываем ли вместе изнаночной вместе с одной боковушкой так на боковушках у нас осталось по 8 петель слева и справа а в центральной части количество петель уменьшилась на две петельки 1 3 4 5 6 7 8 16 петель было у нас до того 18 и вот так вот мы сами вяжем поворотными рядами в каждом ряду в конце ряда сокращаем две петли из центральной части и провязываем последнюю петлю из центральной части вместе с боковушкой этот этап мы уже с вами проходили единственное что добавляется в этом все мы сокращаем пяточку сокращаем центральную часть делаем такое вот закругление если вы все правильно сократили то вот такая вот у вас получится сейчас картина посередине нас раз два три шесть петель и чик и 3 на боковушках и я продолжаю сокращать провязываем 2 вместе лицевой и снова 2 вместе лицевой осталось с одной стороны у нас две петли сбоку дальше изнаночный ряд здесь у нас две петли и тут 2 вместе изнаночной переворачиваем на лицевую сторону по две петли осталось на боковушках и 4 в центре первое снимаю провязываю 2 центральной лицевой мы здесь уже с вами начинаем активно сокращать здесь провязываю 3 вместе сразу все у нас осталось 5 петель переворачиваем я сокращаю сразу две петли 2 провязываю вместе и снова 2 вместе осталось у нас две петли провязываем их вместе вот так вот и вытягиваем ниточку дальше мы этой ниточкой будем с вами сшивать поэтому вытащите ее подлиннее вот такой вот ниточки нам хватит и теперь приступаем к сшиванию вот что у нас час получилось такая подошва вот и сшивать мы с вами будем по лицевой стороне я использую специальную булочку для сшивания она не острая и вот по лицевой стороне сейчас будем с вами сшивать первый стежок сделаю вот здесь вот вот посмотрите раз и вот здесь вот два чуть-чуть спрячем этот хвостик удлиненный вот так вот и дальше мы будем с вами сшивать захватывая петелечки рядом с кромочными сложно здесь определиться вот смотрите вот это вот у нас приблизительно кромочная вот давайте здесь делаем стежок и вот здесь вот на синем цвете конечно не очень удобно показывать поэтому я рекомендую посмотреть мой предыдущий мастер-класс по тапочкам там цвет более приятный для видео и там я точно так же сшиваю вообще в этом сезоне все тапочки сшиваю по лицевой вот здесь вот больше уже видно вот здесь зацепаемся вот это наша кромочная желтая вот здесь рядышком идет другая петельку 1 так главное чтобы наш узор совпадал вот видите не совпадает чуть-чуть поэтому догоняем за желтую зацепаюсь и здесь тоже за желтую ниточку 1 дальше здесь вот рисунок у нас совпадают проверили так ну и дальше не спеша с вами сшиваем полотно должно соответствовать узору смотрим следим за этим внимательно чтобы не перекосило рисунок самые последние петелечки сверху можно сшить желтой ниточкой чтобы цвет нити не отличался здесь же у нас полностью резиночка связано желтым цветом вот если так вот сделать здесь вида синей нить как идет но мы так делать не будем у нас вот наша резиночка и дальше мы закрепляем все ниточки прячем их и тапочек готов вот такие тапочки у нас сами получились надеюсь что вам понравились они и все было понятно подписывайтесь на мой канал не забывайте оставлять комментарии под видео всем пока пока до новых видео